Итак, я решил добить с вами трекер заявок. Сегодня мы научимся привязывать LDAP-каталоги, аутентификацию через LDAP к трекеру. Разберемся сначала с опцией именно аутентификации, затем с тем, как делать это автоматически. Как я уже говорил, я люблю request tracker за то, что он очень хорошо подстраивается, в принципе, под любые задачи. При помощи него можно сделать все, что угодно. Для этого желательно обладать знаниями такими программистками Perla, но и не обязательно, потому что полным-полно готовых модулей. И именно этот вариант с готовыми модулями мы сегодня с вами будем рассматривать. При этом подчеркну, если вы разбираетесь в Perla, вы можете хорошо почитать мануалы и писать там в свои модули на Perla, делать все, что угодно. Связка с Active Directory это такая довольно банальная задача, и поэтому она уже есть в готовом виде. Значит, request tracker предлагает нам несколько вариантов внешней аутентификации. То есть, помимо встроенной базы данных, мы в прошлый раз с вами создали пользователя с логином и паролем встроенного, мы можем еще и передавать запросы аутентификации каким-то службам каталогов. Не обязательно Active Directory, у вас может быть любой сервер LDAP, любая реализация LDAP, но мы рассмотрим именно наш домен Windows как самое такое частое решение. RT нам предлагает, в принципе, два вида внешней аутентификации. Это когда у нас есть стандартная форма входа, и пользователь должен вбить свой логин и пароль. И второй вариант аутентификации, когда у вас пользователи автоматически аутентифицируются при помощи веб-сервера и сразу заходят со своей доменной учеткой в трекер заявок. То есть, у них не появляется форма входа, им не нужно вводить логин и пароль. Второй вариант входа, он, конечно, предпочтительный, когда пользователем ничего не нужно задавать, но чаще всего мы настраиваем сразу оба этих варианта, когда у нас есть база данных, у нас есть форма входа, и если не получилась автоматическая аутентификация, то у нас открывается форма входа, и мы входим через эту, собственно, форму. Значит, если говорить о форме входа, то у нас есть два перловских таких модуля. Вы видите на картинке. Это один модуль, который позволяет прикрутить внешнюю аутентификацию, и второй модуль – это импорт из службы каталогов LDAP. При этом нужно иметь в виду то, что внутренняя база данных у нас в любом случае в трекере заявок остается. Это вопрос только синхронизации с ней, потому что трекер хранит все равно всех пользователей и все группы у себя. Значит, мы можем настроить только первый вариант модуля, это вот эта аутентификация наружная, но тогда у нас пользователь будет заводиться в нашем трекере только при своем первом входе. То есть у нас есть база данных, Active Directory, пользователь вводит свой AD-шный логин и пароль, и сразу же в трекере заявок создается информация о нем, создается пользователь, и мы в дальнейшем можем управлять. Но вот это вот расширение RT, LDAP Import, позволяет нам вначале настроить функции импорта и запустить импорт учетных записей из Active Directory, указав, какие именно свойства учетной записи мы импортируем. Вы знаете, в AD, там у пользователя огромное количество полей, которые могут быть заполнены. Плюсы использования LDAP Import, это то, что можно еще и импортировать группы, и импорт можно запускать через крон, через планировщик задачи, просто, скажем, раз в день просто обновлять информацию из Active Directory, потому что родной модуль, вот этот вот перловский первый, аутентификация через External House, он будет обновлять информацию о пользователе только в тот момент, когда пользователь входит в рейкер заявок. А LDAP Import может просто периодически подтягивать обновленную информацию из службы каталогов. Мы, в общем, занимаемся сегодня двумя вот этими модулями. На следующем занятии рассмотрим, как при помощи переменных и настройки веб-сервера мы сможем сделать автоматическую авторизацию. Первое, что нам нужно, это установить необходимые модули. Мы делаем это через команду c-pan, которая у нас, напоминает, скачивает все, что нам нужно. Сайт от Span.org, это перловские необходимые модули. У меня скопировались почему-то заглавные буквы из моего мануала. И он сейчас просто найдет все необходимые модули, как мы уже с вами ставили трекер заявок. Все, что нужно, подкачает, проверит, подсосет, и у нас все будет как раз сюда закачиваться. Вот он предлагает еще c-pan обновить, но я думаю, с необновленным у нас все получится. Итак, это был модуль для внешней аутентификации. Теперь модуль для импорта из службы каталогов информации. Точно так же его нужно установить. Так как я вам сразу так быстро нажал Enter, я, наверное, оба модуля вам укажу сейчас в описании к видео. А вообще, как только мы закончим с трекером заявок, я вам выложу один текстовый мануал, удобный, сразу на сайте со всеми командами, которые я сделал, чтобы вам было, почему это делать. Ну и на хабре, наверное, статью тоже накатаю. Значит, мы два модуля сейчас установили. Теперь мне нужно сделать так, чтобы у меня мой сервер Ubuntu видел контроллер домена. Так у меня все в виртуалках. Я сейчас разверну контроллер домена, а в Ubuntu поменяю сеть так, чтобы Ubuntu у меня теперь была в одной виртуальной сети с контроллером домена. Итак, у меня машина находится в той же самой сети, что и Windows сервер. Давайте я проверю пингом, чтобы связь была. Отлично, связь есть. Сразу же на этом сервере я разверну PuTi и через PuTi подключусь к Linux, чтобы не переключаться между виртуальными машинами. Первое подключение с этого сервера. И вот я на свое Ubuntu. Наверное, вот так вот и будем работать. Значит, для начала нам нужно подготовить мой домен. Вот мой домен. В домене нужно создать какого-нибудь пользователя или уже использовать текущего, у которого есть просто права пользователя домена. То есть нам нужен кто-то, от кого у нас RT будет просматривать пользователей. Я предлагаю прямо вот в папке Users создать просто пользователя, допустим, RT. Никаких ему прав особенных не нужно. С правами 1000. И вот у меня готов пользователь RT, и от него мы и будем смотреть все. Теперь нам нужно подредактировать файл конфигурации наш RT-сайт config.pm. Мы с вами в нем уже много чего делали. Значит, для начала, так как я поменял айпишник, у меня теперь у сервера 0101, мне нужно и айпишник входа поменять, потому что мне пришлось изменить виртуальную сеть. Вам, скорее всего, этого делать не нужно будет. Теперь мне нужно подключить несколько дополнительных модулей. Я буду их сразу вставлять из буфера обмена, объясняя их. И дам, конечно, все ссылки, как обычно. Значит, для начала нам нужно подключить плагин, setPlugins, и плагин, который мы с вами уже скачали с Цепана. Это RT Extension LDAP Import. У него очень много опций у этого плагина. Я сейчас просто укажу те, которые нам пригодятся. Я опять же разом это все сейчас ставлю и объясню вам эти опции. Значит, что у нас здесь есть? Мы указываем LDAP Host. Мы указываем имя контроллера домена. У меня такое имя контроллера домена. Затем мы указываем пользователя, от имени которого мы будем просматривать наш домен. Тут уже не нужно указывать полное доменное ими. Указываем просто верхнее ими домена MTI, слэш ими пользователя. У меня домен так называется MTI Local. Указываем пароль этого пользователя. Ничего страшного, я думаю, не произойдет. Но мы, если что, можем файл конфигурации этот защитить и скрыть его от всех, как-нибудь поставить на него права. Затем мы указываем то, где мы будем смотреть. Сейчас у меня указано целиком и полностью весь домен. Если вы не разбираетесь в доменах Active Directory, вам здесь придется немножко повредиться. Но я вам так кратко скажу, что DCMTI DC Local это вот корень моего домена MTI Local. То есть у меня сейчас LDAP Import будет искать по всему домену. Если я захочу искать только по определенному подразделению, тогда я вот здесь могу указать именно только подразделение. Например, вот здесь я укажу импортировать пользователей только из подразделения Organization Unit равен. Man у меня там, по-моему, называлось подразделение, запятая. В домене MTI Local. То есть вот мое подразделение. Если у меня в этом подразделении будет еще одно подразделение, и я захочу импортировать только из него, то я, соответственно, здесь пишу через запятую OU равно под подразделение, запятая OU равен man и так далее. Это все к Microsoft. Если я захочу искать вот здесь вот, в папке Users, то имейте в виду, это не подразделение, это именно папка. Тогда мне нужно будет указать не OU равен Users, а CN равен Users, каноническое имя, canonical name. Но это такие нюансы, если вы вдруг захотите только из определенных подразделений все качать. Мне было проще каждый раз просто импортировать всех пользователей из домена, чем каждое подразделение указывать вручную, а потом просто в RT лишних поотключать. Мы сейчас поэкспериментируем, только из одного подразделения попробуем вкачать. Далее, фильтр. Какие именно записи мы пытаемся импортировать в наш RT? У меня сейчас стоит импорт таким образом, чтобы у меня только люди, учетные записи пользователей могли туда импортироваться. Вы можете посмотреть опять же мануал, там через LDAP фильтр можно указывать все, что угодно. Далее, какие именно параметры я буду мапить? В данном случае я буду брать имя пользователя. Некрасиво, как у меня все выровнялось. Буду брать имя пользователя. Имя пользователя я беру из вот этого свойства учетки. Я сейчас покажу, где оно. Я буду брать реальное имя пользователя. Это вот это вот свойство учетки в Active Directory. И я буду брать его email адрес. То есть мне нужно только вот эти три свойства. Вы опять же можете огромное количество свойств пользователей вкачать в свое RT. Город, подразделение, адрес, телефон, все что угодно. Мне достаточно вот этого. Значит, что это за свойства? Сам аккаунт name, CN email. Проще всего их посмотреть через редактор ADSI. Он есть и в прошлых версиях Windows. Редактирование ADSI. Я могу взять, подключиться к контексту по умолчанию. Все по умолчанию. И взять, например, в моем домене, посмотреть моего пользователя в подразделении MAN. Вот у меня есть пользователь MAN1. Я открываю его свойства. И вот здесь вот могу посмотреть. Можно сразу отфильтровать и показывать только те атрибуты, у которых есть значение. И вот я вижу то, что CN это менеджер. Тот самый сам аккаунт name, который я хочу вкачать, это его имя входа. MAN1. Могу почту точно так же вкачать. Там она email, по-моему, называется. Вот mail. То есть вот эти параметры, которые вы можете взять. У меня просто у этого менеджера практически ничего больше не назначено. Поэтому у меня, дуяк, мало параметров. То есть вот в подразделении MAN у меня менеджер. Я только его создал. И видите, у него в основном все пустое. Если вы это все заполните, вы это тоже можете посмотреть через ADSA, как называются эти свойства. И тоже же их импортировать в RT, если вам вдруг это надо. В принципе, у нас уже сразу все готово. Два осталось параметра LDAP Create Privileged. Это, если вы помните, мы в трекере заявок ставили галочку. Пользователь имеет право входа и пользователь является привилегированным. Пользователь является привилегированным. Это значит, что у пользователя есть права, которые вы можете ему назначить. Если вы не ставите эту галочку, то у пользователя есть право входа. Но он по умолчанию будет иметь права только в группе, которая, по-моему, называется LDAP Import. И практически ничего не сможет сделать. А пользователь имеет вот эти вот привилегированные права. Вы можете ему уже назначать кучу всего. И LDAP Update Users. Это значит обновлять информацию о пользователях при запуске импорта. То есть, если вы вдруг изменили кому-то имейл, если вдруг у кого-то поменялось имя системное или, наоборот, имя входа, то это все будет импортировано. Все, мы можем сохранить вот эту конфигурацию. И теперь нам нужно с вами запустить импорт. У этого модуля перловского, что хорошо, есть тестовый импорт, который позволяет нам в режиме отладки его запустить. Выглядит команда так. Мы запускаем вот этот вот плагин. Он находится у нас по пути, куда мы ставили RT. RT, Local, Plugins и так далее. Там есть вот этот вот сценарий, так назовем его. Он запускается в режиме отладки и создает в данном случае в той папке, в которой мы находимся. Я сейчас нахожусь в домашней папке. Вот такой вот файлик. LDAP Import Debug. Это вы тоже должны уже знать, если внимательно смотрели уроки по LPE. Давайте посмотрим содержимое этого файла. Если я где-то накосячил, то там будут ошибки. И он нам показывает LDAP Import. Запускает импорт. Нашел. Он показывает то, что он ищет вот в этом подразделении. У него есть такой-то фильтр. И он нашел один объект. И он говорит то, что вот он видит пользователя, имя пользователя, менеджера и так далее. И почту. Все он прекрасно увидел и говорит то, что он его импортировал. Тестовый импорт групп я отключил. У вас опять же есть там возможность, я вам дам ссылку и мануал, и еще и группы импортировать, чтобы потом, может быть, в трекере заявок вам было удобно на разные группы назначать различные права. То есть, например, чтобы у одной группы пользователей были права в эту очередь, у этой группы пользователей в эту очередь, а у какой-нибудь группы пользователей, системный администратор, и были права, например, открывать заявки, решать заявки и так далее. Я так сильно конфиг не стал усложнять, но там все просто. Опять же, ссылку я вам дам. Так вот, это мы с вами сделали просто тестовый импорт. У нас, по сути, сейчас ничего не импортировалось. То есть, я предлагаю снова отредактировать файл конфигурации RT и подсосать пользователей не только из подразделения MAN, а вообще всех пользователей, какие у меня там есть. Просто, чтобы понять, как оно работает. То есть, я вот это подтираю, и у меня остается только контекст по умолчанию, MTE local. Escape ZZ, сокращаю, сохраняю. То есть, у меня теперь импорт будет целиком. И я запускаю, в принципе, ту же самую команду, которую я запускал вот здесь вот. Только с ключом не debug, а с ключом import. То есть, реальный запусти import. Вот так вот это выглядит. Только я запустил без прав супер-юзера, и, само собой, он меня послал. Superuser do. Запустил import. Прекрасно можем сейчас посмотреть, чем это все закончилось. То есть, сейчас он у меня вот выполнил эту команду с ключом import. Запустил import. Ничего не написал, значит, у него все получилось, иначе была бы ошибка. Попытался запустить import group, и вот говорит то, что import group не был выполнен, ну, потому что у меня там не было таких значений. То есть, мы теперь можем сразу зайти и посмотреть, что у нас получилось. Только я сейчас выключу усиленную конфигурацию Internet Explorer, чтобы она мне не мешала, не задавала лишних вопросов. Готово. Запускаем Internet Explorer, и переходим на IP-шник. Надо было, по-моему, еще Apache restart-ануть. Я же там, по-моему, что-то менял, но посмотрим. Может, так пустим. Не отпускает. Зайдем из-под моего рута с паролем, который мы в прошлый раз назначили. По-моему, от 1 до 5. Зашли, и можем попробовать посмотреть, какие у нас есть пользователи. Администратор, пользователи выбрать. И видим то, что вот у меня сколько пользователей здесь появилось. Этот пользователь, я его создал вручную, если помните. А вот этот пользователь, мой администратор домена, он подсосался. Man1 подсосался. RT, это пользователь, который я создал для читения, тоже подсосался. Администратор и гости все подсосались. Я думаю, я просто возьму каждую из этих учетных записей и лишу их вот таких вот прав. Тем самым они у меня сейчас отовсюду пропадут. То есть администратор, пользователи выбрать. И видите, у меня гостя уже нет. Я сейчас быстро в фоновом режиме всех подключаю. Меня, в принципе, устраивает вот эти оставшиеся 4 пользователя. А по сути именно вот этот доменный. И администратор домена, я его удалять не стал. Пусть тоже будет. У него, видите, даже адрес электронной почты не задан. Важный момент. Сейчас у нас просто закачана на request tracker информация о пользователях. Так как мы все это выполняли от пользователя РТ, которого я создал с правами обычного пользователя домена, то у нас этот пользователь РТ не может никаким образом узнать пароли пользователей других. То есть у нас просто есть сейчас информация. Для того, чтобы мы действительно смогли сюда еще запихнуть пользователей, нам с вами предстоит добавить еще небольшое количество плагинов. Видео начало получаться длиннее, чем я планировал. Поэтому, наверное, пока остановимся. С импортом мы разобрались. Учетные данные смогли импортировать. Значит, аутентификацию подключим в следующем видео.